Дню семьи, любви и верности посвящается. Общественная организация инвалидов «Равновесие» провела концерт с участием талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья. Отмечены самые достойные. Лучших работников Евраз НТМК наградили в преддверии профессионального праздника Дня Металлурга. Тагильчане поднялись на высшую ступень пьедестала. На реке Тагил в парке Народный завершился чемпионат Уральского федерального округа по гребному слалому. Продолжается сотрудничество городской администрации и компании «Два ГИС». Возможности информирования о происходящем в Нижнем Тагиле с использованием ее ресурсов расширяются в преддверии празднования юбилея города. Мы хотим в системе «Два ГИС», в карте «Два ГИС» сделать интерактивную афишу праздничных мероприятий, посвященных 300-летию Нижнего Тагила. То есть это будет интернет-карта, на которой будут нанесены локации всех городских мероприятий с указанием, в какой день, в какое время, кто выступает и где что можно, какие мероприятия посмотреть. На первом этапе в системе «Два ГИС» разместили данные о туристической инфраструктуре и достопримечательностях на маршрутах «Малахитовая линия» и сплава по реке Чусовой Усть-Утка-Йоква. Опыт признан положительным и взаимодействие продолжилось. Сейчас в приложении, кроме информации, полезной для туристов, размещаются общие сведения о происходящем в Нижнем Тагиле. В частности, это данные о ведущихся дорожных ремонтах, позволяющих соответствующим образом корректировать навигаторы. В перспективе ресурс позволит отслеживать работу городского транспорта. Дни у семьи, любви и верности и предстоящему трехсотлетию Нижнего Тагила посвятила концерт общественной организации инвалидов равновесия. В центральной городской библиотеке собрались таланты тагильского общества, слепых, районных организаций инвалидов и простые зрители. Для них музыка, песни, стихи и выставка творческих работ. Теплую атмосферу праздника передаем в нашем репортаже. Вечер прощальный наш Палались небо звезды Стали из отца вон Где-то игра в свой джаз Мы прошитали мне Поздно, слишком поздно Я никогда, я никогда не позову вас Я никогда, я никогда не позову вас Такие вот мероприятия, конечно, хорошо проводить, чтобы люди знали, что инвалиды не только дома сидят, но и общаются между собой, и могут дарить друг другу хорошее настроение, и все-таки развивать память, и таланты, и себя красиво преподать И так тебе не дают В то школе всем артистам покоя не дают Готовь поспорить с другом, что это для меня Ты закрыла косички, играй мне сейчас с утра Как топ тебе задачки всегда одной решить Красивая девчонка, давай с тобой дружить Дергнулся косичку и за веселый банк Ты можешь разлиться, как веком Но чувствные косички Я тебе иду В то школе всем артистам покоя не дают Мальчики учатся у нас в Верхней Пашминской школе, интернат Матерасяна Участвуют в разных конкурсах От библиотеки, от слабовидящих В Екатеринбурге участвуют Артемка сочинение писали, первое место занял Горьки не получилось, участили в конкурсе Мамина Сибирь и папа, победили Матвей учится у меня уже два года За это время Матвей сыграл на пяти конкурсах Но самыми большими достижениями у нас считается этот год Да, Матвей? Да Региональный конкурс звездочки для детей от пяти до восьми лет Он проходил впервые за два года очно в городе Екатеринбурге И у Матвея очень хороший результат Лауреат второй степени В этом году в нашей музыкальной школе проходил конкурс Для инвалидов звуки доброты И Матвей получил лауреат первой степени Встанем и бьемся сильнее в груди Наша вечная память между нами Встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца Мы радуем друг друга своим творчеством Родной город еще раз услышит, что мы есть Что про нас надо не забывать Хотелось бы отдельно сказать спасибо Мясниковой Лидии Александровне Душа и инициатор этого мероприятия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Алексеем Широких По мнению специалиста, чаще всего люди готовы Расстаться со сбережениями в состоянии стресса Чтобы не попасть в неприятную ситуацию Необходимо не отвечать на звонки с незнакомых номеров Либо брать паузу перед принятием решения Полезно обратиться за помощью к тем, кому доверяешь Еще один действенный совет Задавать собеседнику уточняющие вопросы Беседы в трудовых коллективах Общение участковых, уполномоченных с жителями Раздача памяток с целью профилактики мошенничества Будут продолжены Лучших работников чествует на ЕвразНТМК В преддверии профессионального праздника Дня Металлурга Сегодня в зале управления предприятия Награды получили обладатели званий Мастер Золотые руки Премии имени Захарова, Болотова, Рубцова и Хрущева На церемонии присутствовали наши корреспонденты Награждение лучших работников ЕвразНТМК Провели операционный директор предприятия Павел Зажигаев И заместитель председателя первичной Профсоюзной организации Владимир Фисталь За производственные достижения Званий Мастер Золотые руки Мастер первого класса И Мастер второго класса Удостоены 36 металлургов Наградили почетной грамотой И нагрудным знаком Мастера Золотые руки Приятно, что не забывают, ценят То есть какой-то потенциал Вдохновение, что ли В трудовом творчестве Ну, очень приятно Не каждый день такие награды получаешь Работникам основных производств Доминого, Столеплавильного, Прокатного, Коксохимического Вручены премии имени заслуженных металлургов Анатолия Захарова, Петра Болотова, Николая Рубцова, Василия Хрущева Их также получили 36 человек У каждого из лауреатов особое отношение к своей профессии Когда втягиваешься, уже не замечаешь, ты ее любишь Нет, ты ее знаешь просто Приходишь, оно все родное Это должно так работать, это так Здесь должно быть столько, здесь столько Особой любви ты не задумываешься Ты приходишь делать свое дело Корпоративные награды Евразендемка Ежегодно вручаются в связи с профессиональным праздником День металлурга будет отмечаться в нашей стране 17 июля В нынешнем году исполняется 30 лет со времени основания компании Евраз В Свердловской области по сравнению с прошлым годом Почти в полтора раза выросло число заражений энцефалитом По данным регионального управления Роспотребнадзора На начало июля клещи укусили уже больше 40 тысяч человек С диагнозом клещевой энцефалит госпитализировано больше 200 человек На треть больше, чем в прошлом летом В Нижнем Тагиле с начала сезона от клещей пострадали 1854 жителя Эпидемиологи связывают резкий рост числа пострадавших с тем, что наступила самая грибная пора Люди массово выбираются в лес И в группе риска традиционно оказываются те, кто не привит Кто снимает клеща самостоятельно и не сдает его на анализ Мы за последнюю неделю регистрируем увеличение числа пострадавших от укусов практически в 4 раза за неделю Поэтому хочется сказать, что в лес можно смело ходить тем, кто привит полностью против клещевого энцефалита То есть имеет минимум 3 прививки, давность последней из которых не более 2 лет назад И, соответственно, нужно защищаться перед выходом в лес То есть соответствующая форма одежды, самые взаимоосмотры и использование репеллентов С начала лета в Нижнем Тагиле поставлено 16 предварительных диагнозов клещевой энцефалит 13 из них подтвердились Также выявлено 19 случаев клещевого боррелиоза Большая часть пострадавших укушены в лесу И только 18% подцепили клеща во время работы на садовом участке Это при том, что коллективные сады в большинстве прошли тщательную противоклещевую обработку Санврачи ожидают, что активность клещей снизится в конце лета Обычно это происходит в первой декаде августа После работы и в будний день, ну задора хоть отбавляй На Копровой 6 отметили праздник двора В череду мероприятий проводят кураторы проекта «Фабрика добрых дел» Веселились от души и дети, и взрослые, да еще и призывы игрывали Какие, расскажет в репортаже Юлия Полева Тягали гири пудовые и танцевали с аниматорами веселыми Жители Тагилстроя на Копровой 6 отметили праздник двора Его организовали кураторы проекта «Фабрика добрых дел» Заметно по местным людям, что маленечко зажатые люди И для этого и надо проводить праздники Обязательно проводить, чтобы люди были более открытии, более общительны Выходили на диалог Это очень важно И видно, что есть родители, прям очень люди взрослые, активные И они передают свою энергию другим Пока малыши прыгали через скакалку, взрослые участвовали в праздничном розыгрыше Главный приз – новый смартфон Победитель тут же открыл коробку и поделился впечатлениями Неожиданность, честное слово А потом восторг, радость Теперь ребенку будет подарок С работы приехал, полная неожиданность была Думаю, что за праздник Увидел флайер далее Зарегистрировался в последний момент Очень понравился праздник Побольше бы таких развлечений И дети довольны, и взрослые Достроение в хорошем Спасибо большое Детей много вообще во всех дворах Тут пришли не только с этого двора, а с многих Для детей очень интересно, чаще бы хотелось, конечно В конце праздника гостей развлекал сам Михаил Галустян Правда, поролоновый, но детвора была в восторге Кураторы фабрики добрых дел уже решили, что проект полезный и нужный Череду праздников двора в Нижнем Тагиле будут продолжать На реке Тагил в парке Народный завершился чемпионат Уральского федерального округа по грибному слалому В соревнованиях приняли участие 212 экипажей из трех регионов Свердловской и Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа Наши земляки завоевали 10 наград, в том числе 5 золотых в индивидуальных гонках и 7 из них Две золотые в командах На высшую ступень пьедестала поднимались тагильчане Мастер спорта международного класса Никита Губенко Байдарко Мастер спорта международного класса Дмитрий Хромцов Каноэ Третьими становились мастера спорта Дмитрий Лобасов Байдарко и Александр Харламцев Каноэ Они являются воспитанниками спортивной школы Олимпийского резерва Ураль Это была вся главная информационная картина дня на сегодня Увидимся завтра Смотрите Тагил ТВ Субтитры подогнал «Симон»